Школа искусств в Кропусковском была открыта на первом этаже жилого дома в 1982 году. Часть классов располагалась при стройке. За 35 лет ремонт зданий ни разу не делали. В прошлом году школа вошла в государственную программу образования Подмосковья. И уже в 2018-м здесь начался ремонт, обошедшийся властям 33 миллиона рублей. Из них примерно две трети поступили из областного бюджета, трети из районного. Проведен полностью капитальный ремонт. Я говорю, даже, наверное, здесь уместнее было бы сказать, что фактически построили здание с нуля и заново. Если бы это было помещение в отдельно стоящем доме, а не пристройка к жилому дому, то, наверное, так и нужно было говорить. Масштабные работы проведены, буквально сделано все. И, не знаю, инженерия вся, и стены, и перегородки, вообще все-все-все. И сантехника. Очень здорово, что у всех у нас получилось, все вместе, что не только провели капитальный ремонт, но еще и полностью обновили все оборудование, всю мебель. В ходе ремонта обновили фасад зданий. Были полностью заменена проводка, система вентиляции, канализация, отопление. Обновлена кровля и сантехника. Но самое главное, расширили классы, демонтировав часть ненесущих стен. А еще в детской школе искусств теперь есть просторный зрительный зал и гардероб. Это очень хороший пример такой слаженной работы региональных и муниципальных властей. И пример того, что совместными усилиями можно действительно достигать хороших результатов в короткие сроки. Обновилась материальная база школы искусств. Приобретена новая мебель. По программе «Культура под Москвой» в 2019 году планируется приобрести два рояля «Ямаха», шесть баянов и аккордеонов. С Корпусковской школы искусств посещают 335 детей. Они занимаются хореографией, музыкой. В школе работает и за студия. К Новому году для воспитанников школы искусств подготовили сюрприз. В обновленном актовом зале актеры театрального ковчега показали новогодний спектакль. Школа искусства — это школа души. Радость находят здесь малыши. Дети постарше — для роста просторы. Звук инструмента, слаженность хора и выразительность арабеска. Красок смешения, блеск юморески. Ну а для юности школ искусства — это ответ на высокие чувства. Это уроки прекрасных маэстро. Это концерт в исполнении оркестра. И каждому из нас становится ясно, что школа искусства — это прекрасно. Ирина Самойлова, Сергей Кошайкин. День города.